Всем здравствуйте! Наследнице поп-короля приходится расплачиваться за разнузданное поведение отца. Сам Филипп Бедросович уже проинформировал о случившемся своего адвоката. Вот уже неделю пресса без устали полощет имя исполнителя, принявшего участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой. Филиппа Киркорова отменяют везде, где только можно, ему даже нашли замену в фильме. На этом фоне отошли на второй план другие скандалы с участием экс-супруга Аллы Пугачевой. Однако, как выяснилось, они также не остаются без последствий. Многие помнят, как поп-король защищал Тимура Хайдарова, когда последнего критиковали певица Слава и Любовь Успенская. Тогда же поползли слухи, что Филипп Киркоров вставил силикон в ягодицы. Чтобы их опровергнуть, музыкант дал Ксении Собчак пощупать себя за пятую точку, этот момент попал на ее канал. Как оказалось, программу смотрели не только взрослые. Как посетовал Филипп Бедросович. Его дочь подверглась травле в школе после скандального эпизода. «Мой ребенок потом пришел со школы с истерикой. Я не знаю, как дальше жить». Спрашиваю, что случилось, Алла Виктория. А она, мне показали, как какая-то тетя трогает папу за попу. «Да что же это такое, да почему, как мне с этим жить дальше?» Я понял, что этот ужас, который происходит вокруг моего имени, не идет на пользу детям. Начинается какой-то буллинг в школе. «Дети повторяют то, что говорят взрослые на кухне, обсуждают и мои ягодицы», отметил артист. Между тем, Филипп Киркоров до сих пор не понимает, как ему нужно было вести себя в подобной ситуации. Если Ксения Собчак обратилась к нему с деликатной просьбой и хотела снять это для своего шоу, отказать ей было сложно, ведь в противном случае было бы еще больше слухов. Она хотела убедиться в натуральности и поняла, что никакого силикона там действительно нет. Она убедилась. Но ребенок при этом остался в шоке, бедный. «Я не виноват, что ко мне скандалы притягиваются, как магнит», вздыхает Филипп Бедросович. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.